Привет! Мы сейчас снимаем выпуск «Второй. Кальянный диалект» и мы находимся в Ярославле. Представьте, как тебя зовут? Привет, меня зовут Саша. Я из города Ярославля, работаю в кальяной ДКХЗ. Являюсь кальяным мастером города Ярославля. А насколько ты известен в своем городе? Достаточно известен в обширных кругах. В чем особенность отличия курения кальяна в общем в Ярославле, допустим, с той же Москвой? Все... Ну... Здесь главное люди. В Ярославле люди. В Ярославле вообще творческий город. И все люди, которые приходят в Ярославль... О... Бля... Говори, говори, как есть. И все люди, которые приходят в кальяны, они больше гонятся за вкусом, чем за крепостью. Они готовы экспериментировать. Они... Ну, яркий пример просто. Приходит компания с бутылкой-винишкой и говорят, давай нам забивай мед с сыром. Вот. Ну, то есть, все зависит от гостей, все зависит от людей. А в каких городах ты был, в каких городах, странах ты курил? Я не курил в странах разных. В городах курил в районе 100 километров от Ярославля. Но еще не все потеряно. То есть, будем путешествовать, развиваться. И сильно там отличается курение? Отличается сильно. Практически везде бьют в касание. То есть, в отступ вообще практически никто не бьет. Все бьют в касание. Яркость, вкусно, насыщенность. А в Ярославле тоже все бьют в касание? Нет, в Ярославле все бьют по-разному. То есть, по большому счету, Ярославль отличается индивидуальностью каждой кальяны. То есть, в каждой кальяны каждый мастер бьет по-разному. Этим и отличаемся от всех. Как у вас со сменой углей здесь? И по сервису что? Угли меняются. Обычно на 25-х все работают. То есть, один уголек меняют в процессе курения через полчасика. Ну, все нормально. Сервис оставляет желать лучшего. Но развиваемся, развиваемся, становимся лучше. А как у вас здесь система крепости? И как вы определяете, когда гость говорит, ну как цифрами, среднее, легкое, что как здесь в Ярославле? Угу. Что ты подразумеваешь под крепостью? Ну, имеется в виду, как гость задает уровень крепости в заказе. Обычно приходят и называют число. Да? Вот это от 1 до 10. Вот это вот планочка, которую Илюша Романов типа придумал. Вот, все от нее отталкиваются. Но я сразу же беру все свое русло, говорю, легкий, средний, крепкий. То есть, отталкиваемся обычно от среднего. В Ярославле сильно крепко, очень редко курят. И легко, ну, изредка так. Обычно все курят среднее, чуть выше среднего. А какую главную роль играет в кальяне у гостей? То есть, им важна максимальная дымность? Больше насыщенность вкуса. То есть, иногда гости любят на низком жаре покурить, но чтобы вкус у них был яркий, насыщенный. И прям, ну, за дым не парятся. То есть, как он дымит, фактически вообще без разницы. То есть, обычно, ну, обычно все гонятся за вкусом. Чем за дымностью, крепостью. Что больше всего прокуривают? То есть, три самых популярных табака в Ярославле. Танжирс, Дарксайд и Юэрный. Почему Северный? Северный даже, я бы сказал, на два фронта люди разделяются. Кому-то нравится табачка, кому-то нравится аромка. Вот. То есть, скорее всего, потому что он очень хорошо стартанул на рынок. Ярославль, грубо говоря, очень хорошую политику сыграл на Охулистор. Вот. Ярославский. То есть, они очень круто раскачали Северный. Вот. И люди подхватили эту волну. Поэтому им заканчивают. Есть какая-то фирменная ярославская забивка и какой-нибудь фирменный ярославский микс? Вот. Что чаще всего курят в Ярославле? Какой микс просят? Двойное яблоко мят. Серьезно? Ну, серьезно. Частенько такое. Это связано, наверное, с том, что в Ярославле большее количество взрослого? Ну, контингент более взрослый ходит. В Ярославле. Ну, студентов никто не убирал. То есть, студенты обычно ходят в подвальные кальяны, где скидочки, где прочее вот это вот все происходит. А те люди, которые приходят в, так сказать, заведения выше уровнем, то есть, обычно они уже прошаренные, то есть, уже подбитые на кальянную идеологию. Вот. И зачастую бывает двойное яблоко смятое. Вообще отлично. Когда все надоело курить, они прям... Назови топ-3 кальянные в Ярославле не считают той, в которой ты работаешь. Тишина, умиротворение и... Чакры. Тишина, умиротворение, лес. Это такие названия прям? Это все одна сеть? Нет. Это три разных кальяна. А, прикольно. А какая именно? Может, четвертая, еще четвертая на уровне тоже бьется, хукоплей. Северославский, более-менее. А сможешь сделать ваш северославский фирменный микс с фирменной забивкой и объяснить, почему, что, как? Да, конечно, с малым. Сейчас будем забивать. Мы будем забивать Blueberry Haze. Это фрегат с лосьоном от Сережи Путкова, потом Непманская брусника северного, душевный ром северного и Redberry спектрума. В принципе, микс у нас получится ягодный, ягодная настоечка такая, нижний слой. Так, чашечка нам нужна для данного микса Smoke Lab Tiger. Нижний слой мы закидываем фрегата. Почему ты полностью исключил DarkSide? У меня особая любовь пресса к DarkSide. На самом деле, мне DarkSide раньше очень сильно не нравился. Сейчас, когда они сделали ребрендинг, DarkSide достаточно стал неплох. Только мы, когда его прокуривали, мы не поняли идеологию в плане линеек. Почему-то крепче всех показался софт. Типа, не знаю, с чем это связано, но софт действительно крепкий. Как бы это круто. То, что DarkSide изменил свою политику и поменял-то большое сырье. Оно хоть стало более приятнее в работе и прочее. Так. Что ты ложишь сверху? Нет, мы сверху не будем. Мы сейчас примерно представляем пропорцию, которую мы будем накладывать. Среднее количество грамм в чашку в Ярославле? От 20 до 25. То есть в Ярославле очень не жалеют табака. Ребята реально стараются как бы... Улучшают свои знания в миксологии, в кальяной индустрии. Ну, ребят реально стараются. Так. Дальше. Душевный ром. Убираем. Все, в принципе, нижний слой. Если считать по процентовке, да, это будет 50%. Все остальное поровну. То есть, если отчитывать по чашке. Да, брусничка. Все это в компотик. Что такое компотик? Компотик? Напиток. Ну, все перемешиваем. Чтобы получилась единая масса. Единое – это большое тело. Забивка будет в касание. Как у вас называется табак, который остается на доске? Очень много, кто его называет хамелеон. Но, не знаю, как ты оценишь. В одной кальяне я видел баночку под названием ассорти. Ассорти! Я просто угарнул. Просто ассорти. Я такой прихожу, смотрю. А что такое ассорти? Думаю, какой-нибудь мультипрок, но просто написали ассорти. Да, это с доски добавить. Ладно. Ассорти. 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 Так. У нас все будет плотно. Вилочкой подровняем. Курица будет сказочно, волшебно. Короче, идея данной забивки. Она будет средняя. Со временем будет раскрываться крепость фрегата, который внизу находится. И, в принципе, по крепости будет чуть выше среднего. Какие еще интересные слова у вас есть? Как люди чаще всего называют кальян не кальяном? Калыч. Калыч? Калыч. Калыч. Мы даже с напарником, так сказать, с другом придумывали название. Это буквально типа оригин. Дафтыч. Ну, короче, тыч. Добавляем. И чего вообще, ну, закатывает. Вот. Так. Все. Надо угли ставить. Так. Половочку прогреем. Преждем чуть-чуть. В Ярославле, кстати, вот мы когда-то уже заговорили о касании, да. Вот, ну, чисто, по-моему, ну, я очень сильно люблю быть в касании, потому что, ну, не знаю, ну, мне просто нравится. Это, типа, ярко, насыщенный вкус передач становится. Хоть там и вкус держится, но очень яркий, минут 20, потом он начинает спадать, спадать, спадать. Но я все равно считаю, что колено кружится минут 40-50. То есть, все зависимости от прогрева. Так, да, вот сейчас. Где моя штука? Что, потеря? Так. Крокчики. Это наш дресс-код, если честно. Дресс-код, да, реально, дресс-код. У нас там, сейчас... У нас там целая Сеня на кроксе. Этот, Валерий на кроксе. Вот. Кальяна, мастер, твоя мама. Привет, Славик. Дайте Богу здоровья. Второе место тоже результат. Почему ты думаешь, что Кальяна, мастер, твоя мама, второе место? Ну, слушай, мне кажется... Может, третье? Мне кажется, второе. Ну, чисто... Я бы ему второе дал. Не знаю, что с Марика пригорел. Типа, ну, он тоже, как бы, старая школа. Знаешь, что самое интересное? Вот самое интересное, то, что вот идет голосование, да? То есть, и ты выкидываешь историю, то есть, борьба с Мариком идет, типа... Там вообще, назрём-назрю фактически, и просто Марик в тройку влетает, а ты выпадаешь из нее. И мне кажется, если бы ты Марика вытеснил, ты бы забрал. Мне похуй. Ну, типа... Ну, ты пригорел знатно, бля. Что у нас получается по миксу, какой он, как открывается? На вдохе мы чувствуем кисто-сладкий вкус ягод, с небольшой теркостью от брусники, а на выдохе чистая алкашка. Очень вкусно, очень ярко. По крепости как? Пока что средняя. Чем больше прогревается, тем крепче встанет. Что ты можешь посоветовать начинающим коленчикам? Экспериментировать. Это, ну, самое главное, эксперименты. Прокуривать большое количество вкусов именно моно, чтобы выявлять для себя шкалу сладких вкусов, кислых, свежих, пряных, молочных, цветочных. Вот это вот всю прочую историю. Вот. Но просто тоже вот история сразу же назревает. В нашу даме, она просит сладкий микс ягодный, забивая ей ДС черную смородину с форестмиксом спектром. Ну, по идее, должен быть сладко. А в Ярославле, понимаешь, в Ярославле все гурманы. Вот реально все гурманы. И просто надела тягу. Чувствует травянистость черной смородины. Вот этот вот листочек говорит. Я такой, ну, где ты его вообще почувствовала? Типа, я его не ощущаю, а ты его ощущаешь. Она такая говорит, ну, ладно. Ты сегодня не будешь переделать, на следующий раз переделаешь. Прикинь. Я такой, блин, типа, ну, ладно. Ну, в итоге потом раскрылся, все нормально, типа, закатило. Самое главное, еще что я посоветую, это терпение. Типа, все приходит с опытом. Набьет руку, будет больше гостей ходить. Ну, лично я вот считаю то, что кальяный мастер, ну, это бренд. То есть, это человек, которому ходят. То есть, если даже сравнивать с продукцией Apple, да, то есть, ее все хотят. То кальяного мастера тоже должны все хотеть. То есть, все должны прямо к нему приходить на смену. Все должны прямо, вот, я иду сегодня к тебе. Только к тебе. И всегда к тебе. И буду говорить, только у тебя. Кстати, могу выделить парочку крутых личностей из города Ярославля, которым действительно стоит сходить, как бы, даже просто поговорить, узнать, что-то новое для себя. Это Кирилл Афонин, кальяная тишина. Потом Андрей Табаков, владелец на Охулистор. Синека Смог, Валерий Питкевич и Никита Горчков. Вот эти вот личности, очень известные в колено индустрии Ярославля. С ними стоит поговорить. И узнать, что-то новое для себя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok